МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело, следственное дело по логике МГС и Следственного комитета Российской Федерации. В следствии установлено, что в 5 часов утра 12 июня этого года возле дома 2-5 пульс театрально был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе проведенных неотложных следственных действий и оперативных мероприятий было установлено, что в ночь с 11 на 12 июня этого года возле указанного дома произошел конфликт между постояльцем КФ «Волна» и гражданином, который находился рядом. В ходе этого конфликта было установлено, что молодой человек, который в рамках данного уголовного дела привлекается в качестве подозреваемого. По следствию, что подозреваемый объясняет, как произошла ситуация, этот конфликт? По версии подозреваемого, которая на настоящем этапе подтверждается другими объективными доказательствами, собранными в ходе этого следствия, установлено, что когда подозреваемый молодой человек, 91 года рождения, вышел из помещения КФ «Волна» на улицу покурить, снизу прострывал конфликт мужчины, находившись в нетрезвом виде. В ходе данного конфликта они начали друг друга толкать, переместились в сторону летней части КФ «Волна», находившейся под навесом и огороженной небольшим забором высотой около метра. В ходе конфликта мужчина начал высказывать угрозы в адрес гражданина Рыжова. Гражданин Рыжов в ответ на высказанную в адрес угрозы толкнул погибшего мужчину в туловище, без отчета перевернулся через ограждение в летней части КФ «Волна». И при ударе шейным отделом туловища в землю и предметы окружающей обстановки сломался весь шейный отдел позвоночника, то есть отчего скончался полученный повреждений на месте. Дозреваемый не оказал никакой помощи, он просто развернулся, ушел. В повреждении Рыжов помощи потерпевшему на месте происшествия оказывать не стал. Принял меры к тому, чтобы сосредоточиться с места происшествия. Как сам он поясняет, ввиду того, что он не предполагал, что в результате это падение потерпевший может получить какие-то серьезные травмы. Тем более он полагал, что поскольку рядом находятся работающие заведения, кафе, то кто-то из посетителей вызовет скорую помощь при необходимости либо окажется какую-то помощь своими силами. В следующий момент возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 109 УК РФ в причине смерти по неосторожности. На настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовным делам. Допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта. Назначена необходимая судебная и медицинская экспертиза. Проведена проверка показаний с участием подозреваемого на месте, в ходе которого на примере статистов манекена показал исследовательство конфликта, которое произошло между ним и погибшим. Подозреваемые меры пресечения в виде подписки в невыезде.